Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Можно ли строить в седьмой при аэродромной зоне? Росреестр и собственники земельных участков ждут решения от Государственной Думы страны. Какой будет в Новый год? В Центральной площади Жевска в столице республики началась заготовка льда для будущего городка. И вместо клюшек метелки в Малой Бурге придумали новую игру. Собираются провести первый большой чемпионат. Новая партия вакцины от гриппа поступила в Удмуртию. Это более 8 тысяч доз для взрослого населения. Об этом сообщает региональный Минздрав. На сегодня в больницах в наличии есть более 100 тысяч доз для взрослых и 5 тысяч детских вакцин. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Всего на сегодня в Удмуртии привились от гриппа более 300 тысяч жителей республики. Напомню, согласно рекомендации Минздрава страны, одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа разрешена. Можно ли строить на землях возле аэропорта? Такой вопрос сегодня волнует и специалистов по недвижимости, и всех собственников, чьи земельные участки оказались в седьмой при аэродромной зоне. Закон изменился, и он наложил ограничения на такие земли. О чем предупреждают эксперты и каких решений ждут от Государственной Думы страны, расскажет Альбина Валикжанина. Вот это вот желтое, это получается все седьмая подзона. И вот она идет, соответственно, к аэропорту. Валерий Рябов планировал купить участок в Завьялово и построить дом. День и время сделки уже были назначены, но прямо накануне решил заказать справку из ЕГРН. После полученных данных от покупки пришлось отказаться. Участок оказался в седьмой подзоне аэропорта. А значит, строительство жилого дома запрещено. Сюрпризом вылетели эти ограничения. Причем этот сюрприз был не только для меня, но и для нынешнего собственника. Он тоже не знал об этих ограничениях, потому что они вступили в силу совсем недавно. Вначале я не передал этому большого значения, потому что думаю, ну не может быть такого, что соседи построились, кто-то строится над ними. Можно самолетом летать, а мне не дадут разрешение на строительство, потому что мне нельзя. Надо мной нельзя самолетом летать. Границы седьмой подзоны на карте появились в январе этого года в соответствии с новым законом при аэродромных территориях. Он был принят еще в 2017 году, но три года были предусмотрены на установку этих границ. Седьмая подзона при аэродромной территории установлена по контуру территории, в которой уровень авиационного шума превышает 45 дБ в ночное время. В границы седьмой подзоны при аэродромной территории попали населенные пункты, расположенные на территории Завьяловского и Водкинского районов Удмуртской республики. В соответствии с решением об установлении при аэродромной территории в целях обеспечения требований санитарного законодательства в границах седьмой подзоны устанавливается запрет на размещение объектов жилой застройки. В седьмую подзону попали и часть самого села Завьялово и практически все населенные пункты вокруг аэропорта. Пычанки, Башур, Красный Кустарь, Починок Галианский. И везде идет активное жилищное строительство. На сегодняшний день нам дают разъяснение, что если гражданин начал строительство до января 2021 года и успел закончить до этой же даты строительства, он может зарегистрировать право собственности на свой объект без каких-либо препятствий. А если он приобрел этот земельный участок после этой даты, либо построился после этой даты, то уже возникнут сложности. Такая ситуация сложилась во многих регионах страны. Большинство аэропортов находятся вблизи населенных пунктов. А ограничения на строительство касаются не только частных домов, но и многоквартирных. Федеральный Росреестр уже подготовил поправки в закон и они уже прошли общественное обсуждение. В Удмуртии надеются, Госдума их тоже поддержит. Главное, чего пытаются добиться, это все-таки разрешить строительство в этой зоне. Да, разрешить строительство, разрешить, скажем так, выделение новых возможно земельных участков. Мы понимаем, что какое-то муниципальное образование больше никуда не может развиваться. Оно может условно в ту или иную сторону развиваться в соответствии с генпланом его. Поэтому других вариантов пока не рассматривается. Мы надеемся, что он будет принят. Тем, кто приобрел землю, но не успел построиться, теперь придется занять выжидательную позицию. А будущим покупателям эксперты советуют перед совершением сделки посмотреть на публичной кадастровой карте, где находится участок и есть ли на нем какие-то ограничения. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький, новости. В республике завершился форум, сделан на Вудмуртии. Он длился всю минувшую неделю. В рамках форума было подписано несколько соглашений на общую сумму почти 5 миллиардов рублей. Так, в республике в ближайшее время появится новое производство упаковочных материалов, стеклянных изделий для парфюма и комплекс по строительству буровых установок. Все это новые рабочие места и дополнительное поступление налогов в бюджет. В рамках форума также прошла церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-успех». В республику вновь вернулись морозы. И этому очень рады художники, занятые строительством ледового городка в Ижевске. Заготовка материала уже началась, как и в прошлом году. Лед для городка везут с Ижевского пруда. Какой объем предстоит приготовить, расскажет Светлана Буланова. Под таким вот снежным одеялом прячется лед. Еще три дня назад выходить на заготовку было бесполезно. Чем толще, толщина чистого льда, нам лучше работать. Заготовкой льда для новогоднего ижевского городка Фаил Сафиолин занимается уже 20 лет. Последние пять лет чистый материал без песка. Берут с Ижевского пруда. В этом году, говорит, подводит погода. Здесь всего 7 сантиметров, 8, а тут 12. Такой лед нам только на горке и на обшивку идет, и на мыльнице, а на колонну, на другие, на прозрачный лед. Если не будет морозов, то придется вот с этого шубы убираем. Склеивать приходится хороший лед. Это затратно очень. Получить прозрачный материал мастера надеются с этого участка. Здесь лед взяли накануне, теперь и намерзает новый. С этой полыни, если суббота, воскресенье, выходные будут 20 градусов, вот она растет без шубы, она без шубы быстрее замерзает. Толщина будет достаточной. Нам нужно, чтобы было где-то 20 сантиметров. Первая партия льда уже на месте. Здесь 50 плит размером 2,5 метра на метр. А для городка нужна целая тысяча таких льдин. Сейчас мы достали первую партию. Вчера вечером, сегодня мы готовим разметку под вторую партию. Она сегодня будет выпиливаться, доставаться. Дальше на месте выпила первая партия, если при погодных условиях все будет заставать. Либо мы пойдем дальше. И будем постоянно. Это процесс, который зациклен по кругу. Так же, как и сказка «Виднадцать месяцев». Из-за этих льдин художники сделают героев сказки Маршака 12 месяцев. Будут и сюрпризы. Мы призываем всех горожан и гостей нашей столицы присоединиться и сфотографироваться на фоне твой фигуры, в каком месяце они родились. И выложить это с хэштегом, условно говоря, я март, я февраль и так далее. Потом по окончании мы подведем итоги и посмотрим, кто же выиграл, сколько, кого больше в нашей Идмуртской республике. И именно этот месяц, родившийся в этом месяце, в этом месяце получит от нас небольшой сюрприз. Откроется сказочный городок 31 декабря, так что у мастеров есть 20 дней на создание новогоднего чуда. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости. В Малой Пурге готовятся к чемпионату по чужонболу. Эту игру придумали сами малопургинцы. Как в нее играть и как переводится название, показали и объяснили нашим журналистам. Ворота тоже могут быть разные. Это могут быть ваши сумки дамские. Первое правило чужонбола – никаких правил. Метелку в руки, мяч на поле, количество игроков не ограничено. Главное – замести мяч в ворота соперника. Сегодня в этой веселой игре соревновались команды-библиотекари из Малой Пурги и Агрыза. Команде Агрыза гиб-гиб. Ура! Команде Малой Пурги и Гиб-гиб. Ура! Впервые в жизни приняла участие в такой игре. Игра очень понравилась. Удмурты молодцы. Я надеюсь, мы тоже в Агрызе у себя применим эти меры. То есть среди детей тоже планируем сейчас провести эту игру уже. Спасибо большое за приглашение. Чужон в переводе с удмуртского метла – «бол» по-английски мяч. Игру придумали четыре года назад в Малой Пурге. Она оказалась настолько увлекательной, что местные активисты решили рассказать о ней и другим селянам. Авторы вышли со своей инициативой на конкурс грантовых проектов Владимира Потанина «Сила спорта» и получили средства на проведение первого чемпионата по чужанболу. Проект очень интересный. Он на стыке культуры проекта и спорта. И это тоже, кажется, возможно. Чужанбол, потому что не совсем такой чистый вид спорта. Это больше, наверное, вот такая игра. И она и зародилась у нас как игра, в которую играет Удмурт в период рождественских гуляний. На чемпионат заявилось 20 команд со всей республики – Хагрыза и Саратовской области. Он стартует 18 декабря в Малой Пурге. Сейчас команды проходят отборочные этапы и готовят инвентарь. Критерии к отбору мётел, например, высокие. Древко должно быть обязательно из берёзы, ограничена и пышность метлы. Выбираем вот без сучков. Кладки они были, чтобы по длине, на что надо, по длине подбираем. Эти ветки берёзы собираем из молодых берёз. Хорошие они, чтобы гладкие и жёсткие были. И шпагат нужен. И всё. Никакого мудренного нет. Просто и удобно. И играть хорошо, безопасно. Для игр чемпионата определили и строгое количество игроков – вратарь и пять полевых. Анна Ковырзина, Светлана Добрякова, Юрий Дроздов. Новости. В Ижевске открылось новое образовательное пространство – территория творчества. Оно станет местом притяжения для сотен подростков, проживающих в районе железнодорожного вокзала. О том, какие новые возможности обучения получат школьники, расскажет Дмитрий Вороновнин. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами будет необычное занятие, и мы его начинаем. Занятие – это и правда необычное. Оно первое для детей и педагогов Центра дополнительного образования «Полёт» в новом творческом пространстве. Взрослые назвали его «Территория творчества». Теперь творить и получать новые знания подростки будут в современном продвинутом классе. До ремонта здесь был кинозал. Очень требовалось, конечно, здесь отремонтировать полностью все, и стены, и мебель, и окна. Хотелось бы нам заменить очень долгое время. И, наконец-то, благодаря инициативному бюджетированию «Атмосфера» нам удалось это реализовать. И с сегодняшнего дня ребята будут заниматься в новом уже освежённом, так скажем, кабинете, полностью оборудованном, оснащённом. «Территория творчества» – это проект-победитель грантового конкурса молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Обновлённый класс станет местом притяжения для сотен подростков, проживающих в районе Железнодорожного вокзала. Такого рода площадки для занятий дополнительным образованием для детей от пяти лет в этом районе Ежевска ещё не было. Тут сделали ремонт. Стало как-то намного лучше. Нам здесь нравится заниматься, и мы здесь хотим получать новые знания. Нас учат делать всякие рисунки, поделки, и мы тут ещё шьём. Нам стало комфортнее и удобнее заниматься. Кроме занятий, они приходят просто провести какой-то досуг здесь, потому что здесь так интересно. Здесь даже элементарно можно вечерком посмотреть, например, новогодний фильм, потому что вечерком снег идёт, на улице не поиграешь, и они приходят к нам. Вот, и мы рады, и дети рады. Кстати, в этом году Ижевский центр детского творчества «Полёт» реализовал уже три проекта, победивших в конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера». Обустроили учебный кабинет для художественного творчества подростков и хореографический зал для команд по чир-спорту. Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, Новости. И у меня на этом всё. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. В Ижевск пришла настоящая зима, но мороз не повод мёрзнуть и хандрить. Это, наоборот, самое время побаловать себя и одновременно позаботиться о своём организме. Как никогда, кстати, целую кладовую полезных для здоровья элементов в столицу Удмуртии доставила компания «Икра и рыба камчатская». Она привезла более 30 разновидностей копчёной рыбы и морепродуктов и, конечно же, настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбеца, муксун, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка и эксклюзивный продукт – редкая деликатесная чавыча. Ижевчанин Анатолий Кожевников – постоянный покупатель этого вкусного магазина. Разнообразие тут очень большое, потому что в Ижевске такого купить невозможно. Либо это под заказ где-то чего-то, либо кому-то заказывать, кто в командировках на Дальнем Востоке. Всё. А как по-другому? У нас нет такой рыбы. На Ижевский прилавок камчатская рыба доставлена по ценам производителя. Это свежий улов. А особым, перед новогодним спросом, пользуется икра. Её полезные свойства известны всем. Она натуральная, в составе только соль и никаких консервантов. У нас очень вкусная икра, слабосолёная, крупнозернистая. Очень большой выбор – белорыбеца, чавыча, чавыча холодного, слабосолёной. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир – омега-3, омега-6. Так необходимы нашему организму. В период простуд наш организм нуждается в витаминах, а рыба всегда считалась и считается одними из самых необходимых и полезных продуктов питания. В том, что это так, ижевские покупатели камчатской рыбы не сомневаются. Да, это полезно для здоровья. Во-первых, мы рыбу-то такую не видим ведь. А вот это такая качественная рыба. Я всегда покупаю её. Каждый раз приезжаю, вот свежую, когда приедут, и прихожу, покупаю. Чавычу взяла копчёную и слабосолёную. К Новому году, конечно, эта рыба очень хорошая и красивая, и вкусная. И есть с чем гостей принять, стол украсить. На прилавках также рыба слабосолёная, холодного и горячего копчения. При этом никакого жидкого дыма. Всё приготовлено на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках. Приобрести лакомство можно с 6 по 11 декабря включительно в магазине «Подарки» по адресу улица Горького, 164. Продолжение следует...